Хорошо, мы продолжаем. Так, если вы не забыли конспектики, мы сказали, что проповедь – это библейское содержание, это форма, структура, и это коммуникация, это событие, то есть это действие. Чуть дальше, погодя, мы поговорим о том, что коммуникация или убедительное сообщение или убеждение, аргументация, не то же самое, что и манипуляция. Понимаете, да? Не одно и то же. Потому что очень легко манипулировать слушателя, поэтому аргументация, убедительная или успешная коммуникация в проповеди совсем не то, что есть манипуляция. Есть два таких закона, которым мы подчиняемся как общество, которые мы должны знать, и это большая ответственность для спикеров, особенно проповедников. «Человек внушаем, толпа управляема». Это знали великие идеологи XX века, и Геббельс, и советская система. Понимаете, человек внушаем, толпа, чем она больше управляема. Поэтому и здесь есть в риторике или в коммуникации, да, ну, есть проблема, что можно человека, человека или общество манипулировать. Манипуляция не есть аргументация. Поэтому вот я хочу сказать, что проповедники Слова Божьего отличаются от спикеров. Спикеры и ораторы могут манипулировать, подбрасывать какие-то косточки людям, особенно когда они в них нуждаются. Спасибо. И могут проповедники этим заниматься, запугивать там чем-то. Говорят, а, если ты это не сделаешь, то значит будет… И это внушительно. Человек начинает бояться и соглашаться. Но это манипуляция. Это манипуляция и это порабощение человека. Я думаю, это один из грехов проповедников. Если они не убедительны, а занимаются манипуляцией. Некоторые доктрины помогают держать людей в страхе, ими манипулировать. Поэтому очень важно знать, что мы проповедуем Божье Слово. А если мы хотим его проповедовать, то мы должны это Божье Слово исследовать, изучить и знать. Во-первых, чтобы самим повиноваться, самому повиноваться. А потом провозглашать, чтобы не было манипулятивной риторики и коммуникации. Иисус не манипулировал людьми. Вот интересный момент такой. Я когда-то посетил одну общину, молодая община, и они такие довольны, что они опаздывают на целых полчаса. Меня пригласили там проповедовать примерно начало в 11 или в 12, но я пришел где-то в половину в 11, не помню. Где-то так вот, чтобы можно было как-то войти в контекст. А они пришли где-то в полдвенадцатого. Ну как, начали где-то в 11-15 немножко, а потом пришли в полдвенадцатого. И такая община небольшая, может чуть-чуть больше, чем здесь. Ну примерно так вот. И можно говорить, а мы такая община, мы всегда опаздываем. Я говорю, а я бы закрыл бы такую общину. Они раз такие. Ну как это? Я бы закрыл бы, и пошел бы другую бы открыл. А мы пошли бы туда за вами. Ну типа, а я бы вас туда и не пустил бы. Они говорят, а почему? Значит, вам это не ценность. Значит, если вы опаздываете на полчаса, вам это не ценно. Это сообщение для вас не ценность. Поклонение для вас не ценность. Что для вас ценность? Поэтому какой смысл в этой общине? Они раз сели. И я такой вспомнил слова Иисуса. Мы всегда боимся, там, ну, многие церкви или пасты, что люди уйдут, да, там. Иисус, Иван Глеб Иоанна, помните, когда он говорил, что я хлеб и всякие, и многие ученики оставили. Это какая-то, ну, какая-то бессмыслица. И он повернулся, сказал своим ученикам. Что он сказал? О, братья, останьтесь. Не идите по примеру этих неверных. Это и начал. А помните, что он спросил? А вы не хотите тоже туда уйти? Что, что? Не-не-не, мы тут, нормально, все нормально, не-не-не, все нормально, понимаете? И нету никакой, то есть, можно сказать, что это манипуляция. Он сделал выбор, вы тоже свободны, вы можете уйти. Даже когда он говорил, что возьми крест, он сказал, что кто хочет идти за мной, вперед, но. Есть одно условие. Взять крест. Если, понимаете, поэтому хорошая аргументация, убедительная речь, это не манипуляция. И чтобы избежать манипуляции великого греха оратора, спикера или учителя или проповедника, нам нужно хорошее изучение еврейского слова. Потому что мы это слово должны, оно имеет силу, да? Апостол Павел говорит, что я не стыжусь благорестования Христова, потому что это есть, оно есть сила ко спасению. И в Коринфе нам свою речь, ну, письменную речь, он говорит, что я не в убедительных речах, то есть, не в какой-то таких, знаете, фишках, критерических. Проповедь была моя о кресте и кресте распятом, и вот это есть проблема. Это есть великий скандалон, скандал. Вот так вот, окей? И мы говорили, да, чтобы, вот наш процесс коммуникации, и первая проблема это от источника информации к передатчику. И поэтому нам нужно наладить коммуникацию с библейским текстом, значит, с автором библейского текста. Поэтому мы с вами вчера говорили о жанрах, и немножко сейчас продолжим эту тему. Но прежде чем мы продолжим, вот у кого есть эти конспектики, здесь в пункте 2 есть, вот, римская 2, да, ошибки на пути к успешному уроку. И под пункт 2. Уровень стратегии планирования проповеди, да, в чем проблемы? Проблема неспособность справиться с библейским материалом. Это вот то, что мы вчера говорили, неспособность фигуры, да, то есть понять расположение и так далее. Чрезмерная уверенность в пособиях. Что это значит? Значит, ну, есть какие-то комментарии, толкования, там, чужие проповеди, там, еще что-то, какие-то книги, да, то есть если уверенность, они могут быть ошибочные, могут быть хорошие, а могут быть и нет. Здесь вопрос еще, какой материал, какие пособия вы получите, ну, или будете читать. Например, много фактов, примеров истории, а мало смысла в этом. Есть такие рассказчики, моя теща придет в церкви, она ходит в такую классическую баптистскую церковь, и говорит, о, была такая, ну, говорю, мама, какие там были проповеди, о чем говорили? Там три, бывает, четыре проповеди. О, не знаю, вот, ну, вот была одна проповедь, там такая история, рассказывает этот пример, пример историю, о чем была проповедь, ну, я не помню. Ну, вот история классная. И вот есть такие рассказчики, у которых в кармане или из-за пазуха всегда есть пачка другая каких-то интересных, увлекательных историй. И вот можно их, давайте так, одну за другую так вот рассказывать, они все по отдельности очень интересны, но все вместе непонятно, какую картину они хотят представить. Это проблема, когда мы используем какие-то иллюстрации. Да, человек, церковь может запомнить какую-то иллюстрацию, но забудет о чем, или не сохранилась память, или не высветилась та основная мысль, идея, которую мы хотели донести. Поэтому, может быть, много фактов, или там есть история. О, я был, я только сегодня утром прилетел с Израиля, я видел последние археологические там, ну, изыскания, и рассказываю, рассказываю, и аминь, братья, аминь. А что, о чем, к чему это было? То есть, это интересно, но это не для проповеди. Или наоборот, очень много смысла, но нет никаких примеров, историй или иллюстраций. У меня бывало такие проблемы, может, даже и до сейчас есть, я такой человек концептуального мышления, мне нужен какой-то концепт, концепция, да. То есть, я ее понял, и мне достаточно, я могу ее передавать, а людям нужно еще как-то эту елочку украсить еще. А мне этого достаточно. То есть, я вижу большую картину, вижу концепцию, например, у меня сейчас проблемы, я не могу злинуться писать следующую работу, письменную, пейпер. То есть, я ее понял, у меня есть концепция этой работы, у меня есть картинка, и мне очень неинтересно сейчас ее сидеть и писать, расписывать, психологически. Вот почему я не могу писать. Я ее вижу, она у меня в голове, она сидит, я ее распишу в разных вариантах, но сесть и описывать для меня это очень сложно. Это моя проблема. Если вы такие люди, вам будет со мной интересно общаться, мы будем на уровне концепции мыслей, но другим нужно будет какие-то истории, какие-то иллюстрации, какие-то примеры. Ошибочное представление о Библии. Ну, не секрет, что у нас разные толкования интерпретации Библии, так ведь? И вполне возможно, что у нас ошибочное представление о Библии. Даже, может быть, у человека, который входит в церковь с правильным представлением о Библии, но сам по себе там такие вещи иногда вытягивает или выкручивает с Писания. Ну, это просто такой анекдотичный случай, но тем не менее, самый такой нейтральный, чтобы никого не обидеть, никакую традицию. Помните, это старая шутка, когда к этому пастору подошел человек, который никак не мог бросить курить, а в церкви там это очень жестко, то есть ты куришь, ты невозрожденный человек. Говорит, ну где же в Библии написано, что курить нельзя? Говорит, как где? А у Исаии курение отвратительное мне. Ну, помните, я не знаю, знали эту шутку, нет? Нет, курение отвратительное мне, говорит Бог, но имеется в виду воскурение, да, то есть храмовые. Говорит, вот тебе, ну, все, аминь, да. Вроде библейское, библейское, но оно, но это шутка, да, то есть это, ну, такая нейтральность, сработало хорошо, но может быть у человека ошибочное представление о Библии, он ее проповедует, учит людей. Перегрузка слушателя. Что-что? Да, да, ну, это шутка, а есть более серьезные моменты, когда... Выворачивает библейский так, текст так, что, ну, это уже очень и очень. Перегрузка слушателя. Когда уже просто, уже там файлы, уже там горят, и церковь. Лекция еще, на лекции еще можно перегрузить, да, это обучение, это не страшно, поэтому, но на проповеди это уже, это уже, ну, опасно. Попытка сказать слишком много, одна такая болезнь проповедника, сказать все. Ну, а если еще вот он там раз в полгода проповедует, так у него же следующий шанс будет в следующем сезоне, поэтому надо выдать по возможности все, все, что я понял на это время. На самом деле, никакого успеха это не принесет, мы будем об этом говорить дальше. И не ликвидирован разрыв, то есть между мирами, между библейским миром и миром сегодняшним. Вот, поэтому мы сейчас вернемся, сейчас немножечко я вам покажу вот такую большую картину. Ну, да, как нету времени, да, много об этом говорить. Сейчас вкратце. Вот здесь, ну, образно так, знаете, как такой, знаете, затвор винтовки, да, или патронник, да, вот, или как в пушке загоняется снаряд, да, и он должен совершить некую траекторию, да, то есть использовать такую метафору. Да, так вот, у нас там автор, текст и читатель. Это наш текст. В тексте присутствуют одинаково автор, ситуация и первоначальная аудитория, да, есть внутренние структуры, это язык, ну, то, что внутри текста. Есть внешние структуры, это то, что окружает этот текст, да, история, социальный контекст и так далее, и так далее. И вот автор пишет определенной аудитории. Но как применить текст потом? Поэтому есть три уровня адаптации к эпохе, к новой эпохе, к новой культуре, к личности. То есть это, вы здесь ничего не видите, да, ладно, плохо видно, сейчас я покажу это чуть-чуть. Основная, мы сказали, мета, да, вот видите, такой основной слой, рулон, в который замотано библейское послание, да. Вы можете, у вас может быть разное библейское богословие, да, то есть я просто придерживаюсь такого подхода. Это царство Бога, владычество Бога, как Творца, как суверенного владыки над всем, то есть это главная метатема. Следующая подчиненная этой теме, ну, мы уже рисовали, да, это установление заветов. Есть богословия Ветхого Завета, которые ставят в основу завет, да, и так есть такое ковенантное богословие или богословие завета. Вот реформатское богословие, оно построено на богословии заветов, хотя сейчас уже чаще говорят уже о богословии царства. Заветы администрируют, то есть расширяют империю Бога, да, то есть царство Бога, то есть посредством заветов история спасения или история царства продвигается во времени и пространстве, да, и в каждом завете, в каждом завете есть царская доброжелательность, то есть каждый завет установлен милостью и благодатью Бога. Никто не может сам вступить в этот завет. То есть так же, как и императоры, они по своей доброте могли заключить договор с вассалом. Вассалы могли только, ну, попроситься, да, то есть это его решение. Поэтому в каждом завете есть милость и благодать. Яхве инициирует и устанавливает принципы и требования заветов. Это его милость и благодать. С другой стороны, есть вассальная ответственность. В данном случае Израиль был вассалом, да, если брать Моисеев закон. До этого Яхве требует верности заветным отношениям. И всегда есть царские благословения и царские наказания. Есть вознаграждение. Император вознаграждает усердного своего вассала или слугу и наказывает. И в каждом завете мы видим, есть эти моменты, да, есть царская милость. Адам, Ноя, Авраам, Моисей, там есть разные какие заветы. Мы сейчас берем в общем, мы сейчас не будем спорить, как называть Моисеев, Синайский завет. Но в каждом завете всегда будет присутствовать царская или Божья милость, Божья благодать. Затем в каждом завете есть своя ответственность. И есть место для благословений и для наказаний. Поэтому в этом контексте мы рассматриваем ветхозаветные рассказы. Были какие-то определенные события, которые отбирал автор. Он писал какой-то документ, текст для определенной аудитории. И вот это нам нужно сейчас посмотреть, ну, рассмотреть и изучить. Каким образом составлялись ветхозаветные рассказы, потому что они тоже имели функцию проповеди. Помните, сказал, что в Библии есть сама проповедь. И если вы читали первое, второе, там, третье, четвертое царств, а потом первую, вторую книгу, параллепоменом, у вас наверняка возникали какие-то вопросы. Почему есть какие-то, ну, моменты? Сейчас, секундочку, найду подходящий слайд. Что такое? Сейчас, секундочку, секундочку. А, вот, я его переименовал, думаю, я вот это вот переименуешь, а потом... Итак, в библейских книгах, особенно в ветхозаветных книгах, мы иногда встречаем, то есть сами тексты, это пересечение самой истории и повествования. Я немножко объясню, чем отличается история от повествования, или повествование от истории. Лучше всего использовать литературный анализ. Ну, не лучше всего, мы просто будем использовать литературный анализ. Это наша матрица, на котором я исследую тексты. Основная рамка, видите, Божье управление, Божье правление, Божье царство должно стать Божьим правлением на Земле. Через численное распространение и географическое. Плодитесь и размножайтесь. Следующая платформа. Божье благословение, верность человека. Это, ну, заветная рамка, да, через которую мы смотрим текст. Благословение и наказание. Но мы потом поговорим о благословениях и наказаниях. Это не должно быть стать причиной для манипуляции, потому что мы иногда встречаем, что и в Ветхом Завете столько благодати. Столько благодати, что это не то, что, знаете, там, нажал на кнопку, получишь результат. Нажал не туда, раз, все, наказание, бум-бум, и все. Столько милости. Вот, Ветхий Завет такой жесткий, там столько благодати. Иногда вот это вот, помню, есть такой текст, который используют там, например, «Ненавидящих меня накажу до какого? Третьего, четвертого рода, а любящих меня благословлю там до тысячного». И бывает там, используют этот текст для души попечения, для выяснения, в каком роду было там проклятие или все. Ну и очень хороший псалом есть для понимания вот этого, этой фразы, где псалом первенцов говорит, что «Не век негодуешь, но вовек милость твоя». Век – это тысяча, а тысяча – это очень много. Это не то, что раз, так, а на тысячу первом, что уже прекращается благословение. То есть если рисовать, да, я обычно говорю, ну давайте, если понимать буквально, то давайте так нарисуем. Одна рисочка – это, ну, проклятие. Второе, третье, ну и четвертое, да. А потом дальше будем рисовать тысячу. И так, раз, два, три, и погнал вот тут. То есть это образ того, что Бог милостив больше, нежели наказывающий. Ну, здесь не нужно маньячить с этой схемой. Хорошо? И книги применяют динамику завета различными способами к различным ситуациям, чтобы продвинуть расширение царства. Я буду, ну, быстро идти, потому что здесь это для такой многочасовой лекции материал. Мы говорили вчера о жанрах, да? Вот. Элементы повествования или нарратива, мы вчера так где-то пять-шесть элементов, да? Ну, чтобы было проще, давайте мы, скажем, поговорим о трех элементах. Это структура, как история организована. Это, естественно, в организацию повествования входят сцены и персонажи. То есть как история изображена в сценах, нам очень важно, чтобы понять историю. Как изображены персонажи в истории, как эта история организована. Вот возьмем просто три элемента. Хотя можно добавить, помните, рассказчик, точка зрения, атмосфера и так далее, и так далее. Ну, для простоты третьих моментов. Персонажи, они, естественно, вступают в какую-то коммуникацию, интеракцию в сценах, да? Сцены показывают действия персонажей, главный. И это как-то организовано какую-то структуру, последовательность, да? Композицию. Мы не будем останавливаться на этом. Итак, что такое история, да? История – это какое-то событие, некое событие. Можно выключить вот тут. Вот видите, история – это какие-то факты, это какие-то события. Они могут быть сами по себе нейтральны. Да, вот есть история Вселенной. Один поэт-экзистенциалист сказал, ну, есть такие строчки, так если, такой вот перевод, может быть, этих строк такой там. Вселенная, – воскликнул человек, – я есть, ну и что? – сказала Вселенная в ответ. То есть ей оказывается абсолютно все равно. Если вы смотрели спектакль Евгения Гришковца «Одновременно» или «Одновременно», вот это два ударения. У него тоже есть такой образ, говорит, я раскрываю занавески, оттуда солнышко, я говорю, солнышко, какое? А, говорит, солнышко по барабану, что ты раскрыл занавески, и такой, солнышко. То есть оно абсолютно нейтрально. Есть какая-то история своя, то есть есть просто события, да? Вот там на другом конце Вселенной, знаю, сейчас открыли новые галактики, у этих галактик есть своя история. События, появление, развитие, смерти, да, то есть они есть. Но в нашей истории мы собираем историю не просто по неким событиям, у события, события производят некое, для нас есть значение этих событий, да? У событий есть значение, какая-то последовательность. Поэтому это уже другое слово истории. Под историей мы понимаем просто нечто, что протекает во времени, что происходит, но под историей мы понимаем некую череду событий, которые имеют важное значение. И вот мы собираем эту историю для того, чтобы понять, каково значение, да, вот этих событий. И третье слово, которое мы, третье значение этого слова история, мы понимаем, когда говорит, о, расскажи мне какую-то историю. То есть в английском языке есть два таких интересных слова, history и story. History – это вот история, да? А story – это рассказ, повествование. У нас это, ну, есть такая история в плане рассказа. Повествование. Ну, сейчас такое уже слово закрепилось, narrative, narrative, narratio, narrative, повествование, рассказ. Так вот, рассказ, story – это уже интерпретация истории. И не всегда story, рассказ или повествование должно придерживаться четких историографических принципов. Иногда одна и та же история может воспроизводиться в разных контекстах, в разных ситуациях по-разному, под разным углом. Понимаете, да? И вот что значит, его, значит, этот разрыв, да? Есть тот мир, мир, которым произошли некие события. И есть их мир, ну, их мир, понимается, читатели этих историй. В данном случае мы берем ветхозаветные истории, да, или наш мир. Но когда мы читаем ветхозаветные книги, мы понимаем, что есть мир, есть та аудитория, которым эта книга писалась, говорилась. И был тот мир, откуда выбирались события и факты, которые… И вот их мир, были свои вопросы в этом мире, свои нужды, и были какие-то свои особые условия. А в том мире были какие-то личности и события, и вот какова значимость для последующего поколения. Теперь что происходит, что такое рассказ? События того мира, или той эпохи, того времени, формируются в повествовании. И это уже новый мир, повествовательный мир. Отбираются персонажи, ой, там сделал ошибку, ну, не обращай внимания. Персонажи, да, то есть главные действующие лица, они представляются или, ну, показываются в тех или иных действиях, да, сценах, и организованы какую-то структуру. То есть это как вот решетка, через которую пропускаются вот те прошлые события, та вот история, и приходит в наш мир, и эта история, смотрите, это тот мир истинный, вот имею в виду мир рассказа, повествования, это истинный, но отобранный и организованный мир текста. Это не онлайн-съемка, да, вот сняли, или так сел человек и писал просто как сценографист. Все авторы всех библейских книг отобрали какие-то события, факты, придали им какое-то значение, интерпретацию, и сформировали мир текста. Он истинный, но отобранный и организованный. Он избирательный. Не все события вошли в этот рассказ. Помните, мы около десяти книг, по-моему, мы встречаем в Ветхом Завете. Книга Брани Господней, книга Царей, книга Войн и так далее. То есть была летопись, были архивы в Израиле, как у любого государства. Понимаете? Но почему-то были отобраны эти рассказы, или эти события, эти личности. И этот мир текста созданный, чтобы ответить на вопросы и нужды первоначальных читателей. Это понятно? Теперь, смотрите, как нам понять два, когда была одна история у Израиля, но были написаны два рассказа, два повествования. Одна история, два повествования. Возьмем, к примеру, два таких отрывка. Четвертая царь, 21 глава, с 1 по 18 стих. И вторая, полипоменона, 33 глава, с 1 по 20 стих. Нет? Еще пока. Ну, давайте прочтем. Кто-то, прочтите вслух. Большой отрывок, но тем не менее. А мы будем следить. У кого есть Библии, следите. У кого нет, услушайте. Я могу прочесть, если хотите. А, все, вот будет читать. 12 лет был Монасия, когда воцарился и 50 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Хефциба. И делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его языке, и поставил жертвенник Вуалу, и сделал Дубраву, как сделал Ахав, царь Израильский. И поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме положу имя мое. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукан астарты, который сделал в доме, о котором говорил Господь Давиду и Соломону, сыну его. В доме Сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я полагаю имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге израильтянина из земли, которую я дал отцам их, если только они будут стараться поступать согласно со всем тем, что я повелел им, и со всем законом, который заповедовал им раб мой Моисей. Но они не послушались, и совратил их Монассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь через рабов своих, пророков, и сказал, за то, что сделал Монассия, царь Иудейский, такие мерзости хуже всего того, что делали Амареи, которые были прежде него, и ввел Иуду в грех идолами своими. За то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот я наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором, кто услышит, зазвенит в обоих ушах у того. И протяну на Иерусалим мерную верфь Самарии, и отвес дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, вытрут и опрокинут ее. И отвергну остаток удела моего, и отдам их в руку врагов их, и будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим. За то, что они делали неугодное в очах моего, и прогневали меня с того дня, как вышли отцы их из Египта и до сего дня. Еще же пролил Монассия и весьма много невинной крови, так что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех делать неугодное в очах Господней. Прочие о Монассии и обо всем, что он сделал, и о грехах его, в чем он согрешил, написано в летописи царей иудейских. И бочил Монассия с отцами своими, и погребен в саду при доме его, в саду Узы. И воцарился Амон, сын его, вместо него. Видите, значит, уже какую-то летопись была, значит, есть была летопись, значит, уже велись, но что-то из этой, прочее было, но что-то взято из того мира, вот сюда помещено. А там еще очень много интересной информации, нам бы интересно было бы знать, но ее нет. Читаем второе, параллельминон, 31-ое. Давайте прочтем. 33, 1,20. На два слишком больше. 12 лет был Монассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме, и сделал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Изякия, отец его, и поставил жертвенники Ваалом, и устроил Дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь, в Иерусалиме будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Эномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа к прогневлению его, и поставил разного идола, которого сделал в Доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его. В Доме Сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек. И не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам, и повелениям, данным рукой у Моисея. Но Монассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Монассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя Ассилийского. И заковали они Монассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа, Бога своего, и Гублако смирился пред Богом отцов своих, и помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его, и узнал Монассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона по лощине и до входа в Рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил военачальников по всем укрепленным городам Иудеи, и низверг чужеземных богов и идола из Дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе Дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтобы они служили Господу Богу Израилеву, но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу Своему. Прочие дела Манасии и молитва его к Богу Своему и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззакония его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и Истуканов, прежде нежели смирился, описанные в записях Хазая. И еще какие-то записи, да? И почил Манасия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. Ну вот, какие отличия этих двух историй? Ага. Тут говорится о покаянии. И очень, кстати, стих 12, да, в тесноте он стал умолять лицо Господа, глубоко смирился перед Богом Отцовство, и помолился, преклонился. История более расширенная. Более того, потом начинается, восстановил жертвение Господень, да, потом написано, что не просто там, как вот там прочие дела написаны, но что написано, как его молитва, источник этого Хая, написаны записи, еще какие-то ссылки на какие-то источники, которых мы не знаем. Но нам даны эти два рассказа. Видите, это не просто история. Это повествование, это богословская история. И вот давайте мы сейчас сравним эти два рассказа. Значит, опять, видим, что из того мира, через вот эту вот нашу решеточку, персонажи, сцены и структуру, формируется два, два текстуальных мира, то есть два мира в тексте, которые имеют автора, документ и аудиторию. Значит, аудитория рассказа книги Царств – это мир во время депортации. Скорее всего, это, потому что до самого плена. И написано, или, может, в повествовании, тем не менее, сказано общине, которая уже была в изгнании. Какой мучил ее вопрос? Почему мы здесь? Что случилось? А знаете, что случилось? А вот что случилось. Но книга Парапаминон рисует уже новый мир, новую ситуацию, общину после депортации. Их уже этот вопрос не интересует. Какой их интересует вопрос? Понимаете? Поэтому смотрите, как созданы, если мы сравним две структуры. Два рассказа повторяют друг друга. Здесь общее согласие двух повествований. Описаны ранние грехи Монасии и близкое сходство. Затем описывается в Царств осуждение Монасии, но опущено это в Парапаминонии. Да. Потом описывается дальше восстановление Монасии. Включено в хроники. Включил летописец, его сейчас автора называют. Но пропущено в книге Царств. И затем, ну, в основном сходятся разные истории. Пропущено, упомянуто. Значит, это акценты. Это риторика. Помните, одно и то же событие может воспроизводиться в разных контекстах по-разному. Когда вы собираетесь, где-то были на какой-то конференции, и вы собираетесь, вспоминаете, несколько раз вы будете собираться, и вы будете разные вещи из той истории вспоминать. Какие-то акценты будут расставлены. Потому что современная ситуация, контекст диктует, ставит свою проблему, а значит, прошлое должно ответить на то, что происходит сейчас. И так, в принципе, построены и Евангелия. Почему их четыре? Современная ситуация требовала, это не просто рассказы о Иисусе, о Иисусе сейчас, о том, кто был тогда в Палестине, но что сейчас он говорит нашей общине, в те времена. Значит, смотрите, если мы посмотрим, первая история рисует тотально негативный характер монастей, просто плохой. А почему? Потому что это часть, да, и многие цари так, потому что они грешили, а царь, он был представителем, он был посредником между, как, он представлял народ перед Богом. Потому что он есть, как вы знаете, были вассальные цари, да, и они отвечали, вассальный царь вышел из-под повиновения основному императору, он получал. А получал не просто царь, еще и народ получал. Такая же схема. Вот почему мы здесь. Вот что и произошло. Наши цари ввели нас постоянно в грех. Помните, что грешили хуже всех народа, то есть он вел народ туда. Следующая история начинает плохой, но потом рисует смиренный портрет монастей. То есть он показывает акцент, значит, уже сменилась ситуация. Итак, в чем проблема? Мы сказали, что первая история, основная ее проповедь, риторика о проповеди, цель – объяснить и сказать, что мы заслужили наказание. Нам есть в чем каяться. Помните, плач и реми. История летописца говорит, что мы должны следовать путем реформ. Смотрите, вот пример монастей. Он смирился, он покаялся, но он начал восстанавливать. Какая была проблема общины, которая вернулась с Авелона? Отстраивать Иерусалим, отстраивать храм. Послепленные пророки. Помните их риторика? Вы себе дачи больше строите. Дома в запустении. То есть, если мы будем сравнивать, это книги богословия одного периода. Берем послепленных пророков и перечитаем в свете их. И также авторы. Летописец тоже воспроизводил прошлую историю, чтобы ответить на нужные современные ситуации. Общины после плена. Потому что там другие уже проблемы, другие вопросы. Другое ободрение, другая мотивация. Новые цели. Поэтому, если мы хотим увидеть основную риторику, траекторию первой истории, эпохальная адаптация к новой эпохе, как старая история адаптируется к новой эпохе, то первоначальное значение. Мы заслужили наказание, мы должны покаяться, чтобы вернуться в нашу землю. Применение для христиан, если так. Я так обобщаю, чтобы иметь этот стержень. На примере монастей мы должны отвергнуть нарушение заветных отношений, и быть верными завету, чтобы устанавливать царство Богу. Кажется, и все? Нет, мясо можно нарастить, да? Но это шампур, это ствол, это траектория. Если ее держаться, мы правильно проложим путь Божьему Слову. Помните, вчера говорил, что вот библейское правило, когда мы продолжаем траекторию, продолжаем риторику, продолжаем развитие истории, мы понимаем, откуда и куда движется эта история. Мы частью. Множество тем может быть, но направление одно. Понятно, да? И вторая история, исходное значение. Мы должны следовать примеру монастей и строить, созидать дальше царство Бога. И там были определенные требования. Для нас это может быть, мы должны следовать примеру монастей и строить царство Мессии. Оно повторяется, но это вот, видите, когда я говорю, что вот частный фрагмент и общая картина. Расширение царства. На каждом этапе у нас есть ответственность, заветная ответственность. Созидать и расширять царство Бога. Окей, это понятно, да? То есть это, конечно, я так сжал до... Продолжение следует. Продолжение следует.